Я тоже, в свою очередь, хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить, поделиться своим опытом. Спасибо. Да, хотелось бы тоже поделиться своим опытом. Случай выбрал... Ну, наблюдение больше мне нравится, чем случай. На самом деле, выбрано не просто так, потому что, как уже сказала Елена Владимировна до этого, что за последние года много произошло в эволюции лечения колоректального рака, а именно при четвертой стадии заболевания. И особо важным, на мой взгляд, считается, считаю, что все-таки наконец-таки стали делить отдельно прямую кишку, ободочную кишку, левую, правую, потому что результаты разные, подходы разные, выживаемость тоже разная. Ну, и выбор этого наблюдения неспроста, потому что как раз-таки вашему вниманию предоставляется пациентка, которой 35 лет, локализация первичной опухоли на 7 сантиметров, метастазы в печени, имеются негативные факторы прогноза, раковые эмболы, которые определяются по МРТ, гистологически умеренно дифференцированная аденокарцинома, и мы также провели, мы стараемся максимально всем проводить верификацию и отдаленных метастазов, потому что очень часто бывает хороший ответ, и потом мы не можем доказать, был ли там метастаз или нет. Здесь в данном случае верифицирован диагноз. Анамнез у нее был небольшой, классическое увеличение маркеров, как одного, так и другого. При молекулярно-биологическом исследовании мы выявили дикий тип статуса генов РАС. При ректальном осмотре на 7 сантиметров от анальной складки определялся нижний край циркулярной, инфильтративной плотной опухоли, которая контактно кровоточила. Однако она не совсем стенозировала просвет кишки, то есть опухоль была так называемая малосимптомная. Всем пациентам мы проводим полностью обследование при МРТ брюшной полости и малого таза. Диагноз был подтвержден. И обязательно мы проводим исследование, которое направлено на выявление экстрапеченочных метастазов. Компьютерная томография не выявила в данном случае никаких других проявлений. То есть речь идет об изолированном поражении печени. На данном снимке представлена первичная опухоль. Мы видим, что она расположена на 7 сантиметров, грубо говоря, там на уровне ниже входа в малом тазу. И таким пациентам, как правило, грозит такая операция, как, скорее всего, там резекция либо удаление прямой кишки. В печени мы выявили множественное белобарное поражение. Это МРТ представлено до лечения. Мы видим, что и в правой доле практически вся поражена, и в левой доле имеется очаг. Вот тут как раз вопрос к аудитории. Хочу активно вас призвать к участию. У меня вопрос. Какова тактика лечения при локализации первичной опухоли в прямой кишке и синхронных метастазах в печени у больного с удовлетворительным статусом, о котором я доложил до этого? Первый вопрос. Удалить первичную опухоль с последующей химиотерапии или химио-лучевой терапии на малый таз, проведение на первом этапе химии или химио-лучевой терапии при успехе удаления первичной опухоли метастазов, либо выполнить сразу симультанную операцию. Потому что здесь, я вижу, и хирурги присутствуют. Хотелось бы ваше мнение. Голосуем, да? Можно еще спросить у нас, Константин Георгиевич? Не хватает еще одного хирурга, гепатохирурга в нашем консилиуме. Он голосовал, да? Поэтому можно ваше мнение о том, насколько потенциально операбельно это поражение печени, вот если бы вам показали, или оно вообще неоперабельно? Нажать. Константин Георгиевич, нет неоперабельно? Нет, нет, нет. Потенциально неоперабельно мы так чаще всего не говорим. В общем-то мы считаем, что операбельно и неоперабельно. Но в данной ситуации этот больной неоперабельный. Я конкретно говорю про печень. Там белобарные множественные метастазы, более 10 сантиметров, то есть выполнить резекцию печени невозможно. Спасибо большое за ваше мнение. Давайте посмотрим на результаты голосования. На самом деле, видите, несмотря на то, что наш эксперт сказал, что неоперабельно, и кто-то предложил сделать симультанную операцию. И все-таки большинство чувствуется химиотерапевтом, предложили, или два доклада хороших было, что всем надо проводить химиотерапию. Но я хочу акцентировать внимание на тех 5%, которые все-таки предлагают удалить первичную опухоль. Можно к слайдам перейти? У меня вопрос такой, как бы, на дискуссию. Это не для того, чтобы проводить интерактивное голосование. Вопрос конкретный. Вы перешли к слайдам? Нужно ли удалять? С одной стороны, мы получаем преимущество, если мы удаляем первичную опухоль. Что мы будем видеть? Что мы увидим? Это профилактика будущих осложнений. Это уменьшение объема опухолевой массы. Это увеличение продолжительности жизни. Но я поставил не зря везде вопрос, потому что при заболевании прямой кишки с отдаленными метастазами, к сожалению, очень много и негативных факторов. Конечно же, это отсрочка, прежде всего, основного метода лечения системной терапии. Это, как правило, у большинства этих пациентов калечащие операции, о которых я говорил, колостома заканчивается. И очень, особенно у молодых пациентов, очень тяжело ходить с противоестественным задним проходом. Ну и, конечно же, высокий риск осложнений и летальности. На сегодняшний день уже, в принципе, доказано, что не нужно удалять первичную опухоль с всеми современными методами исследований и обзором литературы. У нас не переключайте здесь. Коллеги. Да, не переключайте, потому что я просто сакцентирую внимание, если говорить об изменениях, об эволюции, то раньше... Верните, ага. Раньше, в принципе, проследить за рекомендацией теми же американскими, потому что больше всего на них ссылаемся, то вообще не рассматривалось вариант на первом этапе удаления первичного очага или проведения химиотерапии, или лучевой терапии. Сегодня, в 2019 году, вот вы вышли, последние рекомендации, мы видим четко, что хирургии мы видим только как опцию на третьем этапе лечения. На первом этапе, как пациент к нам обращается, практически всем проводится лекарственная терапия, и в зависимости от негативных факторов прогноза со стороны первичной опухоли, это потенциально положительный латеральный край, CRM+, так называемый, и добавляется на каком-то этапе даже лучевая терапия. И лишь после того, как проводится лекарственное лечение, оценивается эффект, и на втором этапе только рассматривается возможность хирургического лечения, поэтапного, либо одномоментного, это принципиально не имеет значения. Мы видим на данном слайде такую же позицию при резектабельных отдаленных метастазах, и также при нерезектабельных отдаленных метастазах мы видим такой же подход, и когда метастазы становятся резектабельными, проводится, соответственно, уже хирургическое лечение. Ну, в нашем центре, как уже говорилось, есть, постоянно проводится мунициплинарный консилиум, центр компетенции, что мы и сделали, и этой пациентке решено было провести четыре курса химиотерапии по схеме фолфоксири, триплет. Проведено четыре курса, при контрольной оценке лечения, к сожалению, количество очагов изменений в печени всего на 50%, новых очагов не появилось, ну и метастазы в печени остались также нерезектабельными. Первичная опухоль также была без клинических проявлений. Вопрос в аудиторию. Должна ли меняться тактика лечения у больной, и какую тактику применить на данном этапе, на ваш взгляд? Первое, все это же хирургическое лечение. Второе, смена линии химиотерапии либо добавление к выбранной схеме лучевой терапии на первичную опухоль. Добавление к выбранной схеме антиэджифер. Голосуем. А пока голосуем, я обращу внимание зала на изменение терминологии со стороны хирургов. Хирург говорит, к сожалению, при первой контрольной оценке метастазы уменьшились всего на 50%. Если бы раньше мы показали больного, у которого метастазы уменьшились на 50%, это было бы на целых 50%. А теперь уже на всего. Ну, мы видим ответ, на самом деле. Я не знаю, что происходит. Или биология опухоли, или хорошо стали лечить, или все-таки консилиумы. хирургическое лечение. О, никто не предлагает хирургическое лечение. Очень хорошо. Можно я еще добавлю, в плане того, что обычно у нас результаты теста на мутации приходят ко второму-третьему курсу, в лучшем случае через две недели. Поэтому мы изначально не знаем, что пациент дикого типа, мы знаем только там левосторонняя, либо правосторонняя локализация. Но на самом деле оказалось, что добавление анти-ДЖФР препаратов не идет добавлять свою эффективность, независимо от того, на каком курсе вы их добавили. На втором, третьем или четвертом. То есть, всегда есть выигрыш в объективном ответе. Это результаты прошлогодней такой постерной работы на АСКО, французских коллег, довольно большого ретроспективного анализа, которые изучили этот вопрос. Поэтому здесь лучше дождаться, если у вас цель все-таки уменьшить проявление болезни, левосторонняя локализация, лучше дождаться результатов мутационного анализа, чтобы назначить анти-ДЖФР препараты. Михаил Юрьевич, тогда у меня практический вопрос, который мы каждый день решаем. А вот если мы не ко второму курсу, а к третьему дождались ответа, нам провести третий без анти-ДЖФР, обследоваться, определиться, зафиксироваться и дальше лечить? Или проводить, например, третий и четвертый с анти-ДЖФР и обследоваться после четвертого? Опять же, здесь важно принять решение в рамках консилиума в плане того, что если изначально гептохирурги нам говорили, что все это неоперабельно пациенту, если он пришел через четыре курса, у него по-прежнему не такая ситуация, как была на первом курсе, стабилизация, не так, чтобы уменьшилась на 50%, то, понятно, тут можно еще думать о том, доступны препараты или нет. Но опять же, добавление анти-ДЖФР препаратов нам главное же не только увеличивает шанс объективного ответа, но улучшает общую уживаемость, сторонняя локализация. Поэтому здесь лучше добавить независимо, на мой взгляд, ни от чего. Чем раньше... Да, если есть доп, то желательно, да, лучше дождаться результатов этого анализа и добавить. Потому что даже если он не станет операбельным, общей уживаемостью он выиграет по сравнению с Биво-Цезумабом в первой линии. Ну, однако, вот посмотрите, тоже здесь и все-таки 20% голосующих предлагает менять схему. Интересное было исследование, опять же, где сравнивали фолфокс с Биво-Цезумабом, фолфоксири с Биво-Цезумабом и так называемое последовательное фолфоксири, это когда давали 2 месяца фолфокса с Биво-Цезумабом, потом 2 месяца фолфири с Биво-Цезумабом, вот так чередовали. Оказалось, что на самом деле сравнение фолфоксири и вот такого последования фолфоксири и Биво ничем не отличалось по... Поэтому здесь смена на другой режим, вы на самом деле не увеличите частоту объективного ответа, лучше оставить, тем более, если у вас есть сомнения в итоговой операбельности, которая достигнет или нет. Но мы не используем, по крайней мере, в нашем отделении переключение на другой режим, когда у нас есть такой ответ. Тем более, на что переключаться после фолфоксири, вы и так, на самом деле, анти-ДЖФР добавляете, у вас остались анти-ВИДЖФ в запасе по проинтродукции фолферии. Вот это уже на второй линии. Если был бы, например, вы на фолфоксе видите уменьшение или стабилизацию на недостаточную, и вы вдруг думаете перейти на фолферии или нет, но на самом деле лучше не делать в этой ситуации. Да, да. В это верят, да. Да, ответ недостаточный, давайте поменяем. Мы тут сейчас собираемся живем. Ну, почему? 50% эффект – это хороший результат, на самом деле. В том-то и дело. Сейчас вот если нам Вячеслав покажет, с чем закончилось после четырех курсов лечения. Как у нас проголосовали? Добавляем анти-ДЖФР, правильно? Да, 80% практически. Добавляем анти-ДЖФР? Нет, Слава. Ну, вы знаете, я тоже пару слайдов нашел, проводя обзор литературы, в пользу проведения еще на этом этапе лучевой терапии, которой хотелось бы тоже сделать акценты. Это пару исследований, которые показали улучшение и выживаемость безрецидивной, общую выживаемость и частоту выполнения сфинктеросохраняющих исследований. Несколько исследований за последние 2-3 года, которые все-таки на этом этапе тоже предлагали нам добавить химио-лучевую терапию. Но, раскрою секрет, при лечении этой пациентки, на консильном присутствовали практически все те же коллеги, и мы действительно добавили препарат анти-ДЖФР, после которого проведение еще четырех курсов лекарственного лечения мы явно увидели положительную динамику. Это, прежде всего, проявилось в уменьшении маркеров, а также к обследованию МРТ и данные КТ брюшной, грудной полости и малого таза. Мы увидели значительное уменьшение и практически исчезание некоторых очагов в печени, и на этом слайде видны срезы, которые демонстрируют эффективность 8 курсов лекарственного лечения и использования таргетного препарата. У меня вопрос к аудитории, как к хирургу, какая все-таки тактика теперь на этом этапе. Это резекция печени на первом этапе, резекция прямой кишки с продолжением прежней химиотерапии, выполнение симультанной операции с последующей одевантной терапией. Слав Андреевич, а Вы не сказали, по первичной опухоли какой эффект? Какая сейчас стадия по МРТ? По первичной опухоли, она в принципе была не симптомной, эффект ее оценен порядка 50%. А по МРТ какую стадию ставят вот сейчас, после 8 курсов? Регионарные лимфоузлы также и рассветились, Т3. А края резекции вовлечены? ЦРМ исходно не был. Не было. То есть, в принципе, объем операции достаточно, чтобы контролировать, если что, среднеампулярный отдел. Да, да. Ну, здесь в любом случае ампула всей кишки уходит. Это все равно относится к разряду калечащих операций. Ну, вот. Хорошие результаты. Голосование прокомментируйте. Ну, результат-то очевидный. Симмунитантная операция лучше. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, а если мы должны вот выбрать были бы одну какую-то операцию, если нам анестезиологи говорят, что, ну, все-таки, или мы решаем, что это слишком большой объем одновременно для пациентки. Мне кажется, вот это интересно. Конечно, очевидно, что это слишком разно. Ну, мне кажется, что это будет большой объем одновременно выполнить переднюю резекцию прямой кишки с резекцией печени. Поэтому я бы вот на этом этапе выполнил бы, конечно, первым этапом резекцию печени, то есть сделал бы все наоборот. Как называется это Ливерферст. То есть сделал резекцию печени с последующим, там, вторым этапом резекцию прямой кишки. Есть еще мнение. Но у меня на самом деле... Хотя здесь резекция печени менее 4% проголосовали. Да, меня скучает другое. Все же кто-то предлагает резекцию прямой кишки с продолжением прежней химиотерапии. Видимо, еще недостаточно все... Рак неосложненный, в общем-то, в прямой кишке, поэтому можно, в общем-то, и пока воздержаться от резекции кишки. Что касательно синхронных или последних операций, мне в литературе попался последний метаанализ 15-го года Шуберта, который на примере большой популяции пациентов показал, что и выделил целые факторы риска, которые зависят от объема оперативного вмешательства. Я хотел бы подчеркнуть, что он выделил именно отдельно локализацию в прямой кишке. То есть, на сегодняшний день, в принципе, что и было отражено в рекомендациях американских, где, в принципе, симультанные операции на прямой кишке, ну, нецелесообразно сразу выполнять. Ну, кроме того, сейчас, скорее всего, речь пойдет о мультисегментарной резекции печени, и это тоже же является негативным фактором прогноза, потому что это несет за собой тяжелые осложнения и повышает летальность. Что мы можем сделать вывод, что все-таки симультантная операция? Ну, нецелесообразно. Да, нецелесообразно. Это выбор большинства. Если подсоединяем сохранный сохран и резекция печени небольшая, предположим, или вообще рак ободочной кишки, можно же... Нет, ну, здесь идет о прямой кишке в данной ситуации. Конечно, лучше выполнять синхронные операции, то есть кишка плюс печень. Это будет все-таки, ну, нестандарт, ну, как бы, я считаю, выбором. Но в данной ситуации я бы все-таки выполнил резекцию печени первым этапом. Ну, еще вот тоже в пользу нашего Константина Георгиевича, потому что все-таки ливер-фер-стратегия, она на сегодняшний день, я не могу о ней не сказать два слова, потому что набирает оборотов. И на самом деле отдельно отобранная категория пациентов имеет целый ряд преимуществ, потому что и можно выполнить эту операцию в период ожидания тем пациентам, которым требуется, например, проведение лучевого лечения на первичную опухоль. Если эта опухоль локализована низко, и пациенту грозит калечащая операция, экстерпация кишки, либо несфинктеросохраняющая, в этим пациентам проводится лучевое лечение в этот период, можно спокойно дожидаться реализации эффекта, провести так называемую операцию по программе ливер-фер-стратегия. Ну, мы снова провели консилиум, и учитывая хороший ответ на химиотерапевтическое лечение, уменьшение размеров и количества очагов печени, операбельность, мы приняли решение о ливер-фер-стратегии. Как раз вот те 3%. Пациентке выполнена большая операция на первом этапе, выполнена правосторонняя гемегепатэктомия, сегментэктомия С1, атипичная резекция С2-С3, холецистэктомия, лимфодисекция ворот печени. Как ни странно, послеоперационный период протекал более-менее гладко. Гистологически мы получили некий лечебный патоморфоз, и очень это важно, потому что мы тоже все-таки считаем, и есть предварительные у нас данные, которые могут коррелировать с степенью глубины лечебного патоморфоза с общей выживаемостью. У меня вопрос уже больше к хирургам, тем, которые хотели все время удалить прямую пешку, раз уже к этому пришли, удалили мы основной очаг диссеминации, и какой объем оперативного вмешательства выполнили, осталось на прямой кишке. Это три варианта. Брюшно-промежная экстерпация, это калечащая операция с выводом противоестественного заднего прохода на переднюю брюшную стенку, обструктивная резекция, либо сфинктеросохраняющая операция с возличными вариантами моделирования прямой кишки. Опять пока идет голосование, я хочу обратить ваше внимание, что в отношении результатов лечения химиотерапевтического метастаза в печень есть такой термин major патоморфоз, куда входит и третья, и четвертая степени, и это считается прогностически очень благоприятным. Поэтому нет такого, да, как при раке молочной железы, только полный подавая и все, и то они перешли на систему РСБ, там РСБ 0,1, вместе хорошо. Так вот колоректальный рак раньше пошел по этому пути, такой максимально хороший ответ, это третья плюс четвертая степень патоморфоза. К сожалению, больных не так много у нас, поэтому пока так собирать и считать не можем. Вот единичные наблюдения. Сфинктеросохраняющая операция 85%. Но есть сторонники брюшно-промежной экстерпации 35 лет. За что? Я не знаю, комментировать, наверное, смысла нет дальше. Только, наверное, химиотерапевты, может. Ну, только. Не умеет оперировать химиотерапевты. Я говорю, смысла нет. Ну, просто поделюсь дальнейшим нашим этапом. Мы, в принципе, выполнили пациентке сфинктеросохраняющую операцию. Мы удалили всю прямую кишку сохранением сфинктерного аппарата, тотальной мезоректомектомии. И нам удалось сделать моделированный G-образным резервуаром и превентивная колостома. Примерно вот так выглядит технически. Это рентгенологический снимок, это сама ампула, так называемый неоректум. Получили. Что мы получили? Мы, к сожалению, видите, мы не получили лечебного такого патоморфоза всего лишь второй степени в первичной опухоли. Но в одном лимфоузле у нас был, как и говорилось до этого, по данным МРТ, у нас было поражение метастатического характера. У меня вопрос к аудитории. Я думаю, на этот вопрос уже все знают ответ. Оставить без лекарственной терапии, провести одевантную терапию или провести химиотерапию с дальнейшим добавлением анти-GFR? 35 лет. Центр. О, 65% целых. Ну, на самом деле, да, неожиданно. Вот-то вы не сомневались. На самом деле, было исследование EPU, которое показало, что продолжение анти-GFR терапии в одеванте, оно ухудшает показатели выживаемости больных при резектабельных метастазах. Поэтому в данном случае, если вы пойдете вести эту девушку по третьему пути, тем самым вы сократите общую продолжительность жизни, если мы говорим о популяционных данных. Поэтому лучше в этом плане анти-GFR убрать. Тут вопрос другой. Есть два подхода. Я бы подъела вообще никто. После вести CR0 таргетную терапию мы не продолжаем. Да, никакую желательно. Да, никакую. Понимаете? Как понятие. Вы можете обсудить вопрос только о химиотерапии. А вот нужно это делать или нет? Сейчас нам расскажут. Ну, опять же, два подхода существует, можно сказать, три. Либо оптимально проводить шесть месяцев терапии, если мы говорим о перепорционном лечении метастазоктомии, после резекции печени радикально. Сколько бы вы не провели до операции, это все зачитывается. То есть, если это раз в две недели курсы, это, соответственно, суммарно 12 курсов. Она получила 8, у нее остается 4. Вопрос другой, какую химиотерапию давать. Потому что есть ряд последователей подхода к тому, если опухоль отвечает на ту химиотерапию, которая была до операции, желательно ее в одевантии продолжать. Другие сторонники говорят о том, что мы знаем, что Ирина Тыкан не работает ни при третьей стадии болезни, ни при переоперационной химиотерапии, ни в одевантии после метастазоктомии. Не лучше он, чем просто фторурацил с ликаварином, его добавление к ним. Поэтому здесь, на самом деле, вы можете, вы не усугубите ее выживаемость, если продолжите фолфоксир, если она готова его переносить после двух таких операций, о чем я сомневаюсь, или же пойти по пути, что мы знаем, что Ирина Тыкан в отсутствии проявления болезни, как и таргетные препараты, не работает, оставить ее на фолфоксе. Если же у нее какая-то нейропатия уже развилась, у вас есть ограничения к выполнению возможности проведения оксали-платин, содержащих схем, тогда пусть доделают просто второперимедины до суммарно в тожительности 6 курсов. Если же какие-то осложнения после операции, такие возможно, особенно после 8 фолфоксов и таких оперативных вмешательств, или же пациентка действительно уже устала, то, в принципе, 8 курсов достаточно, чтобы говорить о какой-то контроле болезни. Ну, опять же, очень радует то, что были сторонники, которым и не нужно было делать, казалось бы, химиотерапию, но я все-таки тоже считаю, что нужна лекарственная терапия, о выборе схем. Вот сейчас Михаил Юрьевич прекрасно рассказал, потому что мы уже проводили терапию тремя препаратами, у нас резервы небольшие, и речь идет о профилактике. И действительно, мы провели 4 курса по схеме фолфокс 6, и после этого только мы выполнили реконструктивную операцию, мы закрыли так называемую колостому, и на сегодняшний день эта пациентка уже практически в течение года без признаков заболевания. Благодарю за внимание. Продолжение следует...